итак друзья всем привет хочу вам рассказать и показать такое вот интересное видео на мой взгляд интересное дело в том что осенью осенью прошедшей осенью я стал свидетелем такого диалога который у нас случился по дороге к нам в деревню автостопом передвигался один молодой человек который занимается путешествиями автостопчик так называемый автостопчик и так ехали мы с елена степана из муранцева везли парапет для инвалидов парапет для инвалидов кстати я вам покажу в начале как мы его погрузили погрузили привезли но установить я в данный момент еще его пока не установил потому что там нужна инженерная подготовка фундаментная подготовка составляющая это было глубоко осенью ну а по дороге шел автостопчик мы его посадили довезли кто-то увидит его кто-то знает мы возможно этого человека молодого человека и просто мы ехали короче разговаривали с ними просто кому-то будет интересно взгляды этого молодого человека ну ехали просто разговаривали ты так усаживайтесь поудобнее видео будет очень длинным я решил его не прерывать не резать а целиком загнать его потому что ну целиком есть целиком так что смотрите слушайте кому-то будет интересно кому будет интересно кто к нам едет что за люди к нам едут что за люди нас посещают мне интересно узнать ваше мнение подходят такие ролики такого формата длинного и вот с такими людьми которые с людьми которые нас посещают напишите об этом пожалуйста в комментариях мне интересно узнать ваше мнение а то я показываю всегда все свою свою жизнь одно и тоже мне кажется и может быть кому-то из вас это уже все надоело приелась так что с усаживайтесь удобнее и поехали так ну вот тишина деревне живет кто-то идет со школы просто кто-то идет с магазина так что так деревне как обычная вся деревенская жизнь продолжается идет солнечный денек денек хороший картошка стоит лежит в телеге еще не таскали все никак не доходит руки о друзья всем привет всем привет какой солнце яркая сейчас снова едем воронцево зацепил прицеп сюда будем грузить кое-что кое-что для нас там приготовили вот не для меня лично для нашего учреждения культуры кое-что для нас приготовили погрузим привезем привезем на машине на наших естественно я приехал сюда за этой конструкцией погрузим сейчас и и прицеп в этот повезем что об железо об железо не билось так сильно жестко взяли коробки о вот идет владимир юрьевич который нам будет помогать грузить здравствуйте владимир юрьевич здравствуйте здравствуйте эксплуататор трудового народа почему эксплуататор я в я помощи прошу всего лишь нет нет владимир юрьевич у нас свободная россия демократическое общество зря вы так владимир юрьевич что это у вас за наклонности классовые да это неправильно прощение а и а и а и и и и и а а а и а как зовут вас александр александр куда ешь александр я еду в воде восток а это просто очередное место понятно сам из петербурга вот автостопом добираюсь куда угодно мы попали на канал деревню ну отлично мне уже шесть раз по газетам показывали два раза по телевизору по местным салехардом например ямал ездит мне вы давно ходите три месяца всего жить сейчас он приедешь где будешь на берегу в палатке в палатке я турист и путешествий ну и как долго здесь уже сюда обратно туда обратно завтра уже должен быть аббатская где где аббатская это на семянской области а ты как надо же снова уехать снова же это то есть я за день добрался до суда значит за день уберусь отсюда ну если я смело добраться за день так ты не успеешь наши красоты посмотреть ну да не главное место силы посмотреть а что это такое местность не на учет в чем представление ваш моем только то что я прочитал какой-то круг нарисованный круг да понятно холмик круг холмик круг вообще это вместо силы у нас называют что часовня часовня ну раз находится холмик наверное ну да возбуждение возбуждение потом наверное все зиму книгу читать это писать или нет 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 ну а что делать ну как воспоминания куда-то складывать же их надо я в ход отчет ааа понятно я в контакте выставляю и все ну понятно в миру показывал где я был понятно ну и что где где больше всего понравилось на севере в чем лучше чем это лучше больше для тех ну на севере да города более обстроена цель расхитая понятно люди более добрые на севере как бы в плане автостопа гораздо легче мы тоже север мы тоже север мы тоже север понятно а на юге на юге более не было еще ну по сути на юге я еще не был я такой вот здесь а здесь может быть тысячи машин проедет мимо буквально ну это из омская милиционка да по два часа можно ждать ждать машины а там 10 машин проедет одна из них точка приберет на час понятно там их мало может поэтому подбирают по жизни чем занимаешься работаешь или как что бывший военный ага семь лет по контракту ну 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 поэтому к полевым условиям я приду ну а вот ну надо же жить вот допустим тоже все какую-то еду одежду вот это все спонсорство благотворительное есть а ну 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 люди спонсируют о бля кто-то в гости приглашают даже как бы рядом а дают в дорогу но в этом семьи нет уже как-то живет ребенка нет ну ну понятно я молод красиво горячее там подобное понятно нормально ну а вот так вот квартиры есть или что то это или нет конечно есть военный я все время в казармах прожил У него есть родители, наверное. Родители это другое. То, что родительское, это не мое. Ну, грубо говоря. Чужие деньги чужое имущество я не считаю. Есть куда вернуться, я имею в виду. А, это... Ну, а вот... Непроимущество. Говоришь... У меня есть много где вернуться. Ну, недавно стал путешествовать. А до этого чем занимался? Я же говорю, военным. Семь лет подряд. Ну, ну, ну. Контракт закончился и вот... И я отдохнусь. Мир повидать. Понятно. Молодец. Не каждый сил хочет взять и оторваться от работы, от жизни. Кто-то завидует, кто-то осуждает. Да? Да. Чего осуждать-то и завидовать? Человек сам выбирает свою... Понятно. Я... А завидует... Что завидует? Завидует то, что я, как бы, без кредитов, без ипотек, без детей, как бы... Да-да-да-да. Поэтому некоторые завидуют реально этому. А осуждают за что? А осуждают за то, что я дырмоед, нахаляшик. Ну, понятно. Понятно. Нахлебник. Понятно. Чисто русские наши рассуждения. А кто одобряет, за что? Ну, за те, кто наедет, те и одобряют, как бы. Понятно. Белая зависть. Да. Ясно. Так уж, ребят. Некоторые спрашивают совета, как можно так сделать. Некоторые просто по желанию говорят удачи. Понятно. А в будущем где-то осесть не собираешься? В будущем я ищу как раз-таки город себе. Понятно. Я в Петербурге не хочу жить. Ну, понятно, что... Большой город. А чем он плохой, Петербург? Мне не хочется. Ну, какие-нибудь причины. Кропки вечные, как бы... Мне не нравятся толпы людей этих... Сотни людей идут. Куда-то непонятно. Куда-то, каждый сам по себе. В деревне, ну, грубо говоря... Даже вот в поселках... Привет, приветствую тебя. Да. Все здороваются. Да. А в городе эти... Знают, не знают, но все равно здороваются. Увидели, ну, знакомые знакомые там, и тоже здороваются. Один раз увиделись, уже все. Сто раз здороваются. А в городе что? Тысяча людей пройдет мимо? Ну, и все равно город есть город, хоть взять какой-то... Хоть маленький городок, все равно там... Нет, маленький городок, это маленький городок. Я уже определил количество людей. Границы эти. Потому что есть четкие границы между уровнем жизни. Как относишься к нынешней ситуации в стране, происходящей в нашей стране? Какой? Выборы? Ну, а какие выборы? Ну, в Москве были выборы какие-то, я знаю, что... В Москве не были. Ну, у нас не было. В Омске тоже были выборы. Ну, там... Что-то там не хватало депутатов. Как я говорю? Я просто путешествую... Ого, он отошел от этого? Нет, нет. Все немножко по-другому. Не то, что отошел. Ему как бы интересно его сейчас. Все немножко по-другому. Ну, ну, говорите, говорите. Я просто схвачу мир. Есть. Да-да-да. Нормально. Именно ни больше, ни меньше. Да-да-да. Я уже и в газете это начал говорить. Ага. И, знаете, шутки уже пишут об этом. Человек хочет попутешествовать. Пожить свое удовольствие. Ну и... Тотальное равенство. Сделаю так, чтобы каждый человек был равен. Понятно. Я не говорю про страну или про материк. Ну-ну-ну. Я передаю свою волю как бы равенство. Всем, с кем общаюсь. Понятно. У кого обращаю кофе, тот прям как бы... Все уже. На моей стороне. Понятно. Вот я сейчас пил кофе как бы... Пришлось, конечно, вылезть, короче. Но ничего. А с собой и палатка, и спальный мешок. А-да-да. Все в комплекте было. Фишка в путешествие это пить кофе. Везде. Почему? А, что? Почему? Это именно кофе. Кофе, да. Захвать мира начинается с чашечки кофе. Это лозунг. Понятно. Мы кофе не пьем, мы чай пьем. В основном. До каждого права найдем. Да. А у нас тут чай, иван-чай производят. Есть чай, наверное, в деревне. Собирают, где обрабатывают, сушат. Иван-чай. Я вот в Лопатском былом. У меня, так сказать, хозяйка, которую я гостил, она в деревне собирает этот чай. Мяту, иван-чай. Я уже как бы опился. Нет, я просто... А она для чего собирает? Ну, для себя. Нет, она для себя собирает. И овощи, и фрукты, и мясо, все свое, чтобы это было. Понятно. Все деревянское. Но... У нас народ разный живет. Очень разный. Понятно. Со всего мира. Да не со всего... Ну, едут со всего мира, да. А гостей со всего мира едут, да. Кто-то остается с... И религий много. Да. В каких богов веришь, поклоняешься, да? В того бога. Сво себя. Понятно. Не, у нас все дружно живут. Ну, само собой. За что там воевать? А что не стал контракт вот там, ну, продлять дальше идти? Это 7 лет это рабство позади. Почему рабство? Ну, потому что рабство. Потому что, во, все... Это армия. Это армия еще. Не расслабишься. А еще 13 лет впереди. Ради квартиры и пенсии. Смысл? Нет. Я уже буду с целиком кое-то передиковать. Потому что отменят уже. Я уже захочу мира, так что ничего страшного. Понятно. Через 3 года. Ну, а сейчас вот дойдешь до Владивостока. Да. И дальше потом. И дальше мир. Ну, Япония или куда, или Китай, или... Да нет. Дальше в Сочи. Наем. В Сочи хочу. Я и не буду. Сейчас идет захват мира в России. Нет. Или сразу, или как. Надо все и сразу решать. Приятно. У нас змеи ползают в Ураньи. Да. Лужи змеи, да. Говорят, медведи ходят по лесам. Меня весь север пугали медведями. Ну... Там даже случаи засчитывали, как за 2 дня до моего прихода человека съели, еще что-то. Ну, там север, да. Да. Ну, так мне не повезло как бы. Среди сверели. Хорошо. Что не повезло. Да. На Урале был я уже. На северном. Ну, смотри. А вот сейчас передвигаешься по, допустим, с дальнобойщиками или с кем. Кто тебя подвозит. Вот так вот. Как повезет. Как повезет. С утра я шел 13 километров в школу. С Большеречицкой. С Большеречи. С Большеречи я, наверное. Да, Большеречи. Ну, с паром. Ну, ну. Вот до трассы. Ну, до трассы Муранса. Да, да. В Омск. Да, да. Там машин, наверное, мало ходит, да? Ну, мало, но ходит. Ну, да. От парома мало машин ходит. Ну, понятное дело. Ну, ну. А так. По трассе набрал. Подвез. Там у нас и возле Анкара ставят иногда палатки тут внизу. На берегу весь берег. Там речка Тары. В Таре был уже. А у нас река Тара. В городе Таре. А у нас тут по прямой тоже через поля до Тары. По прямой тут рядом совсем. 80 километров. Ну, я только что тут как бы вчера был. Поэтому нет смысла. Я хоть обратно. Хотя я через Тару поеду, судя по всему. Почему через Тару? Ну, в Тюмятскую область. Ближе. Либо через Омск прямо, либо через Тару. Понятно. Раз я ехал в Сочер-Стару, значит там дорога проверена, как уже машина ездит. Стабильно. Да не спросим, как это было. Что? Как вас зовут? Я вначале сказал видео. Александр. Я просто слышу. А фамилия Александр? Секрет. Моя фамилия настолько известна, что... У нас тоже нет. Как из фильма. Да. Я солист больших, малых. И каких там... Театров. Театров, да. Ну что, можно фамилию вашу, наверное, узнать. Прогугли. Путешественники. Конечно. Забить там несколько слов. Понятно. Так а откуда узнал в интернете? Вот почему именно сюда? А не поехал на... Нет. Не советовали. Я в Крутинске был. Крутинское село. Поселок городского типа. Крутинка. Крутинка, да. Все путаю, все это. СК у вас везде. В общем, был там, мне сказали. Ну раз ты в Омской области, прямо обязан посетить пять озер и пупость земли. А на пять озер не поедешь. Ну нет, не успею. Ну там, Ленёва, Данилова, Шуча. Да, да. Нуренцов в другую сторону. Или в другой стороне. Ну, я выбрал одно из двух мест. У нас озера как на Потаёное водят, только через речку переправляются и ведут туда. Потаёное, которое не существует. Ну да. Почему не существует? Оно существует. Понятное дело. Как они говорят? Каждому, не каждому, открывается. Конечно. Это как с религией. Чтобы понять религию, надо в него сначала поверить. Да, да, точно. Это такая дилемма. Ну вот, как в другой мир приехали, да? Почему? Там лес березов, дорога. Это все обычное. Я уже столько мест повидал, что... Михаил, меня удивить можно чем-то. Служил по контракту. Ну, был солдатом или водителем. Сержант. Языковая. Артиллерист. Ну, это ракетчик у нас есть. Не надо говорить, это секрет. Это... РВСН или просто... А тут секрет. У тебя сразу секрет. Секрет. Хотя, на самом деле, все секреты давно уже выданы. И части нет уже, да. Вот так путешествуешь, возможно, найдешь... И место, где жить, и женку найду. Да, 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 да. Я уже знаю, это да. Специально пошел. Искать свой дом? Да. Ну, у нас она здесь по дороге опнилась. По такой, что машины ездят. Конечная, можно сказать. Ну, понятно, что конечная, я видел. А у вас же переправа есть речная еще? Ну, а когда... Инцесс. Ну, а когда... Как переправа? Если на лодке вас переправят, и по лесу там, по полям поведут? Ну, если кто-нибудь, да. А дороги нет как таковой? Ну, понятно, что дороги нету, но... Ну, ты права через время, я понял, лодочная. Ну, а то там с кем договориться, что у лодка есть. Да. За определенные деньги. Ну, если ты болтаешь кого-то так, без денег перевезут. Я человек простой. Либо дай, либо нет. И все. Я не торгаш. Не, ну, тут видишь, я не... Понятно, что не торгаш, но... Людей очень много. И у всех разный склад характера, ума и... Ну, это туристическое место, поэтому здесь все за деньги. Нет. Нет. Не все. Не все, но... Но в основном. Много всего за деньги. И люди, кто сюда приезжает жить, кто сюда приезжает жить, они, ну, внедряют вот эту всю культуру за деньги, да. Понимаете, как в деревню можно пойти, было просто поговорить, поговориться и переправиться. Что за деньги? А сейчас у каждого на заборе переправа висит или еще что-то там. Проводник. Вот вышку нам недавно поставили. Теледва. Теледва? Да. У нас вообще нет. А толку вот этого Теледва относится на МТС? А ну да. Оно местами у нас ловит. Может, даже на Амкаре и будет ловить там где-нибудь у речки или где. Только с места сходить не надо. Да. 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 Я вот там поставлю голову, значит, где будет ловить. Костер уже заведут. Как у Лёва. Ну, поняла. Ну, где вы Ё видите? Я не понимаю. Где Ё тут? Ё, нет уже буквы Ё. Окунева. 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 У нас даже люди с фамилией Окунев есть. Окунева. Человек и деревня. Окунева. 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 И в паспорте у меня, наверное, на месте прописки Окунева. 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 Да. Окунева. Окуня. Окунев. 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 Да это что тут? Это стоят, у нас тут. Туристические места всякие. Проминтейш. Да это магазины наши. У нас вот два магазина. Один, второй. Одна дверь. Автобус как у вас ходит? А это пуп что-то? Пуп это у них вот эта штука. Пуп земли где? Шутка нет? Где центр я метал? Пуп земли это я самого по нему наверно. Нет, это центр силы ты. Там. Там по нашим улицам. Оно еще наверно с километр или сколько? Ну там написано недалеко от деревни как бы. Часовня? Да. Там за деревней с километра пройдешь, увидишь. Ты спросите еще там. Можно по берегу. Проводник, столовая. Это садху. Каждый двор садху. Белая тара. Мы эксплуатируем. Зачем? Ну достать эту херню. Это пантус называется. Ну не суть. А куда это значит пантус? Это какое-то общественное место должно быть? Ну мы пока дома выгрузим, а потом увезем. Клуб? Да. Это лангара. Ашрам. По баджистам. А школа штамбура? Есть школа настоящая? Да. Ну вот сейчас видим, я покажу и видно. Сельская, да? Бараны наши пришли. Школа сельского типа или нет? Сейчас детский садик раздают. У нас детей возят в Бергамаков в соседнюю деревню. Я понял. Сейчас. Школьный автобус. Овечек загони. Мои палочки для чего? С весом. Нет, с весом кайдешь. Третья точка пор идет. Понятно. Сердце работает. Ладно. У нас тут ходит. Доброй дороги, Александр. Спасибо. Спасибо за помощь.